Воскресенье 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 штатов америки и поговаривают что не выбрали сиэтл потому что там среди всех городов mainline mainline usa наибольшее количество пасмурных дней в году для того чтобы девелоперы не смотрели за окошко не видели там солнышко и не думали о том куда бы надо бы пойти как-то скипнуть из этого унылого офиса а сидели и просто просто программировали и наверное сегодняшний день к тому живое подтверждение половина сидит программирует а половина спасибо вам сидит меня слушает и наверное я попробую вот я думаю как лучше всего как как более эффектно сделать не мой сегодняшний рассказ может быть я скажу что просто никакого рассказа не будет давайте все пойдем домой потому что все наверняка устали вот мы послушали много таких вот глубоких технических докладов про код списке математику здорово интересно но все-таки но не знаю как вы но я так немножечко подустал поэтому я не буду наверное сегодня такого что-то чего-то такого вот уж совсем экстраординарно глубокого рассказывать я попробую рассказать историю про то как связаны три вот такие вот вещи вот эта вещь первая но не вещь объекта или вот три сущности суть назовем это сущность и давно же там программирование мы оперируем сущность это первая сущность такая вот эта вторая сущность и это сущность 3 даже и наверно сложно назвать назвать сущностью чтобы устанавливать связи между ними хорошо бы было их хоть как-нибудь хоть как-нибудь назвать это у нас будет слушательница курсов курсистка я не смог перевести это на английский язык потому что поэтому получилось то что получилось это естественно вареники не мады правды диты это вареники и это передовой край технологии и вот сегодня мы попробуем связь между этими объектами как-то установить знаете когда не знаю как кто но когда я начинаю готовиться к презентации у меня всегда есть моменты когда я придумываю что-то какой-то вот образ или какую-то идею концепцию которую хорошо бы было бы рассказать и всегда начинает меня терзать сомнение смогу ли я где-то найти подтверждающую какую-то информацию для вот этой вот идеи или хорошую картинку или хорошую иллюстрацию или вот смогу ли я выразить ту мысль которая у меня в голове родилась но то с чего я хотел начать эту презентацию не вызывало мне абсолютно никаких сомнений я хотел начать с того что все девелоперы особенно у нас как-то так сложилось в украине очень любят новые технологии я я точно знал что для того чтобы найти подтверждение тому что девелоперы любят новые технологии достаточно зайти на любой сайт где публикуются вакансии только наоборот где девелоперы говорят о том что они хотят какую-то найти работу например сайт джини и я там без проблем за пять минут смогу найти подтверждение тому что девелоперы любят новые технологии ну и естественно это вот один из тех моментов когда эта уверенность меня не подвела заходишь на джин на первой странице читаешь что-то такое на второй странице и ты тоже на первой читаешь что-то другое но все про то же мы любим новые технологии дайте нам новые технологии мы не хотим работать с технологиями старыми и вообще даже не не пытайтесь к нам подходить со своими старыми старыми технологиями и меня как-то в какой-то мере всегда этот факт поражал но не могу сказать всегда потому что я тоже был из вот этих вот людей которые любят новые технологии сейчас во мне этого стало немножко меньше но тем не менее это меня не перестает удивлять вот это вот наше рвение и желание изучать новые технологии и как-то ставить вот эту вот новизну во главу угла во главу нашей работы и я мог бы привести много примеров или аргументов или объяснений тому почему это так именно вот в наших условиях в условиях украины днепропетровска и вот того как и куда развивается наша эти индустрии но это как бы будет отдельный разговор немножко не связан с тем чтобы я хотел сегодня осветить но все равно у меня есть теория потому что когда мы приходим работать в офис в обычный хороший офис эти компании выглядит kind of boring да вот как вот билл гейтс которых со своими дождливыми пейзажами за окном вот заставляет давала переработать такие как бы офисы наши тоже мы стараемся чтобы сделать так чтобы они воодушевляли не всегда воодушевляют и приходишь на работу это же работа ну фана как бы не очень не очень много и вот когда появляются новые технологии то как мы видим происходящее вокруг нас преображается и мы начинаем чувствовать себя просто просто замечательно это вот дает нам буст и как бы классно новые технологии вперед будет здорово кто-то кто так себя чувствует все так себе чувствуете которые не поняли кире руки на на просто просто стеснялись ну это здорово это 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 добавляет драйва мотивации как бы это это хорошо это хорошая технология новая замечательная кто кто считает что программировать на реакте или нет программировать на реакте и звучит неправильно кто считает что создавать что-то или использовать реакт это круто вообще прям чес вот если попал на проекте ряк это вот ес юха в рай в жизнь удалась по по крайней мере на следующие пару месяцев кому он кранис круто же ну круто же ну вот вот прям вот 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 так круто вот когда ты с реактом что-то делаешь это вот прям вот вот и там повелеваешь миром правишь компьютерами и браузерами где-то там совсем 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 далеко наверняка из вас есть те кто как и я часто ходит по всяким айтишным конференциями события ну вот есть такие люди мы не будем показывать на них пальцами но но они такие люди есть и вы помните что может пару лет назад была другая такая интересная затея которая называлась новый сквелл и там с разными с разными своими вариациями mongodb я даже уже сейчас не вспомнил каких-то других таких вот больших пафосных слов и тогда же это тоже было круто вот прям прям круто сейчас как бы тоже как бы круто но уже как-то как то не так чуть чуть более чуть чуть не так круто если копнуть еще глубже ну и не знаю вот тут настолько глубже то я помню те времена когда появился ruby on rails когда в книжке джоэла с польски была целая отдельная статья про то что такой ruby какой-то крутой язык который я даже прочитал установил руби начал пробовать обычно со мной такого не бывает то есть это было вот вообще круто вау супер сейчас наверняка есть те люди которые программируют на ruby на руби и с использованием ruby on rails они делают классные штуки что-то как-то уже круто но как-то 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 не так вот что-то что-то уже чего-то не хватает где-то что-то какая-то харизма или драйв какой-то какой-то ушел и если чуть-чуть отступить на пару шагов назад и посмотреть на эту ситуацию то становится понятным что вот это вот то что круто сейчас она как бы как бы меняется все время меняется но тут мир развивается вот это вот то что круто меняется мода проходит мода уходит ничего в этом удивительном удивительного нет вот есть колесо какой-то технологий мельничная на которой кто-то непонятно а мы поговорим об этом кто и как на накидывает смысле наливает что-то сверху на него нового замечательного мы вот этим он живем тем что крутит колесо а потом то что уже как бы отработано уже больше не интересно сливается куда-то в отстойник и там как бы себе живет и там продолжает подпитывать может растение какие-то поливает или еще что-то в таком в таком духе и вот если не задаваться мыслью о том что вообще происходит и смотреть только на вот это вот колесо и пытаться уследить за тем что кто-то невидимый или неведомый наливает на него и заставляет его крутиться и пытаться уследить за вот этими всеми технологиями то можно потому что нельзя то как бы можно вообще запутаться и вот как бы потерять line of сайт и интрига потерянность да потому что вот здесь вот и прослеживается первая связь у тех кто смотрит на вот это вот колесо и стараются словить то что откуда-то там падает и забраться на одну ступеньку повыше чтобы работать на еще более новой технологии не в обиду будет сказано но мне напоминает слушательницу хореографических курсов имени леонардо да винчи которая думает что творог добывают из вареников точно так же и у нас есть и у меня есть такие ситуации такие периоды в жизни когда я вот хочу схватиться за вот этот творожок который не понятно откуда выпадает он выпадает он вкусненький давайте вы сейчас ем и сделай что-то замечательно здоровское и классное но если все время жить в такой вот в такой вот реальности то ваше мировоззрение может очень сильно измениться и преобразится да она преобразилась неправильную сторону но пока вы смотрите сюда из гипнотизируетесь и пытаетесь расшифровать что же там происходит если смотреть только на вот это вот колесо и пытаться уследить за его вот этим вот мельтешением ничего путного не получается вы будете как вот это вот гипертрофированная или атрофированная или аноморфная белка бегать по этому колесу выскочить из него посмотрите где где что как ип снова вяжите в колесо учить новую технологию и там что-то что-то делать то что делают все все обычно и вот это неправильно из этого колеса нужно выходить и сейчас мы вместе с вами попробуем это сделать и ну вернее я расскажу свои взгляды как выйти из этого колеса перестать там крутиться и начать жизнь жить здоровой такой девелоперской жизнью ну соответственно да вот что что нам нужно делать для того чтобы не бегать как белка в колесе эти себе представим ситуацию сегодня понедельник нет я забегаю вперед сегодня воскресенье и поэтому нам всем несложно представить завтрашний понедельник все представили завтрашний понедельник ну например так вы приходите на работу начинаете что-то делать и рано или поздно вы открываете браузер у многих это происходит к сожалению раньше чем чем позже и заходите на какой-нибудь хабр из этого хабра на вас начинает смотреть огромное количество новых технологий про которые вы никогда может быть дальше раньше не слышали но они начинают на вас смотреть местами пристально вы на какие-то из них начинаете обращать внимание пытаетесь понять какие-то из них вам начинают нравится больше чем другие может быть даже больше чем те технологии которые вы уже используете и возникает желание о том что вот а нужно бы а вот как бы перейдем же будет лучше и вот тут надо остановиться что технологии да они всегда будут на вас смотреть потому что есть люди которые которым это выгодно но ваша задача посмотреть на них увидеть чем они отличаются и для себя сделать осознанное решение куда же нужно двигаться дальше вот сейчас мы попробуем эти осознанные решения принимать вместе из всего вот этого богатого многообразия технологий которые на вас могут сваливаться есть одна очень простая категория это новые технологии или обновления которые обновляют вашу платформу то на чем вы разрабатываете тут я платформу определяют достаточно широко это то на чем строится ваш продукт если приходит обновление или новая технология для вашей платформы новая новая платформа но вот вот ваша новая технология как платформа новая платформа как технология в их вы программируете но используйте например dotnet 3 выходят на 4 вот такого рода обновления обязательно нужно использовать на такие обновления нельзя пропускать это вот как бы самый простой вариант если обновляется платформа вам нужно идти за ней и обновляться за ней как бы тут очень просто дать категорический ответ что да это нужно сделать немножко сложнее объяснить почему я считаю что действительно тут нужно поступать именно так но я несмотря на сложности попробую это сделать прямо сейчас у вас на глазах если представить себе все многообразие технологий то интуитивно мы можем их поделить на две большие категории вот если я вам скажу что вот у нас есть какой-то проект я не знаю даже такое банально бухгалтерское приложение которое мы хотим сделать или новый модуль для банально бухгалтерского приложения и давайте мы его будем разрабатывать на delphi и что мне скажите почему delphi это же как бы не то интуиция срабатывает правильно delphi уже как бы как бы не то для современного дня для сегодняшнего дня это как бы что-то не то это то что находится вот в этой вот красный условно красной красной зоне на вот этом слайде если я вам скажу давайте мы будем делать новую социальную сеть нет я не буду вам этого говорить меня сразу бросайте помидорами но мы будем делать новое приложение для управления вархаусом и мы скажем что мы его будем делать как мобильное в приложении чтобы можно было использовать вообще любое устройство на складе вдруг его там раздавят или еще что-то с ним сделать что просто не жалко было выбросить взять другое продолжить работу поэтому не хотим использовать какие-то дорогие устройства и давайте мы будем делать это при помощи они на react-native выхожу да sounds good вот как бы может может сработать интуиция нам подсказывает что это как бы вот это вот самая синяя условно синяя зона на данном слайде технологии которую которые как бы хорошо или словно можно использовать для создания нового продукта или для развития уже существующего и если отойти вот туда вот где-то в конец зала и прищурится вот интуитивно глядя на вот эти вот все разные технологии то между ними вот в между красной и синей зоной можно увидеть линию которая которую я называю technology baseline это вот тут среднемировой крейсерский уровень того как создаются приложения на текущий момент и если вот размышлять о вот этом technology baseline его можно сравнить с вот этим вот указателем мирового рекорда у спортсменов которые плавают текущий мировой уровень вот 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 он вот вот он нарисован соответственно то что ниже текущего мирового уровня вот этого джелфи вот это вот красная красная зона предыдущего слайда это вот вы вот вот где-то здесь находитесь а если у вас что то есть что выше текущего мирового уровня это вот зона вот это и как бы можно там чувствовать себя более уверенно и как бы Двигать вот эту вот планку мирового уровня вперед. Ну, достаточно такая простая идея. И возвращаясь к платформенным обновлениям, объяснить их будет достаточно просто. Если, вот глядя на вот этот вот technology baseline, решить, что технология или переход на новую технологию, он для вас, для вашего продукта, для вашей компании может играть только две роли, по большому счету. Первую и вторую. Первая роль это закрыть gap с текущим вот этим technology baseline, с текущим мировым уровнем. Если у вас есть сейчас продукты, разработанные на Delphi, то вы отстаете от мирового уровня, и вам нужно срочно закрывать вот эту вот дыру, потому что те, кто находится впереди, могут что-то делать быстрее, лучше, удобнее, эффективнее, с меньшими затратами, чем вы. Вам нужно закрывать эту дыру, вам нужно догонять уходящий поезд вот этого технологического бейзлайна, который все время движется вперед. Или, если вы настолько мощны, мудры и дальновидны, то вы можете перейти на какую-то технологию, а еще лучше, мы об этом поговорим, придумать какую-то свою новую технологию. Это может вам дать гигантский скачок вперед, который позволит вам опередить ваших конкурентов и, в общем, пожать плоды своего праведного труда. И с этой точки зрения объяснить, почему платформенные обновления всегда нужно воспринимать так и переходить на новые версии своих платформ очень просто. Потому что текущая версия вашей платформы находится чуть-чуть ниже технологии бейзлайна. Что Microsoft, Apple, what have you, выпустили IDE, SDK, платформу, которой вы пользуетесь. Два месяца назад, за эти два месяца технологии бейзлайна уже ушел вперед. Поэтому текущая версия вашей платформы находится чуть ниже этого бейзлайна. Соответственно, предыдущая версия находится совсем, не совсем я, наверное, переувеличил, но достаточно далеко от этого бейзлайна и переход на новую версию всегда осмысленно позволяет вам закрыть вот тот гэп, который возникает в данном случае. И это такая вот первая простая идея и простое обновление. Если у вас обновляется платформа, на эту технологию обязательно нужно переходить, чтобы не было потом мучительно больно, потому что может и не удастся догнать вот тот поиск, который был на предыдущем слайде. Ну, естественно, вот этот вот технологий бейзлайн, как я уже несколько раз сказал, он все время движется вперед. Он не стоит на месте. То, что было вчера круто, вау, замечательно, сегодня становится так себе, а послезавтра это становится уже как бы либо само собой разумеющейся штукой, и удивительно, и пользователи, или кто-то начинает вас спрашивать, как у вас этого нету, либо просто вы, оставаясь на вот этом вот уровне, с которого мир уже шагнул вперед, не можете двигаться с такой же скоростью, с которой этого бы хотелось. И вот с этим технологий бейзлайном, на него можно навесить линейку, которая двигается вместе с ним. Вот чем дальше в синюю область от технологий бейзлайна вы уходите, тем больше шансов сгенерировать вау-фактор. Если у вас есть какая-то новая, если есть что-то новое, которое находится вот здесь, намного больше шансов, что это вызовет у пользователей вау, когда они будут это видеть. Либо тем или иным образом вы сможете обеспечить тем, кто платит вам деньги, вот это вот самое вау, либо сделав что-то очень-очень быстрое, либо сделав что-то очень-очень хорошо. А по мере того, как это появилось вот здесь, вот эта вот технология бейзлайна движется вперед, и она превращается из вау в kind of cool, окей, в me too, да, у меня тоже теперь такое есть, я тоже теперь программирую на реакте. Когда, как только платформа, вот платформа, вот то, что вам дает вендор, то, что вы получаете из коробки, как базовая среда разработки для того устройства, либо для той экосистемы, для которой вы разрабатываете, как только вендор дает вам инструменты, вот на те, делайте вот это, вот такими вот простыми тулами, мы переходим на уровень average job, когда кто-то, закончив трехнедельный, нет, я привлечу трехмесячные курсы программирования где-то в Бангладеш, может сделать такое же крутое приложение, как год или полгода назад делалось на вот этом вот уровне. Ну, сейчас он его делает, но это уже никого не удивляет. И по мере того, как этот гнолочи бейзлайн убегает вперед, то, что попадает в красную зону, это уже must have, вы не можете эффективно двигаться вперед, если у вас нет технологий, которые находятся где-то вот здесь. Вот такая вот простая, простая относительно концепция, вот это вот будущее и прошлое, которое бежит вперед, и рядом к ней прилеплена линейка, которая все время передвигает то, где находится вау, и остальные разделы вот этой вот шкалы того, как мы можем подходить к тем технологиям, которые мы могли бы использовать в нашем продукте. Все движется вперед, и это хорошо. Ну, я уже как бы об этом сказал, да, что бейзлайн движется вперед, и здесь один есть такой вот неочевидный момент, как то, как приложения, с которыми взаимодействуют пользователи, влияют на то, как они видят или каким они хотят видеть ваши приложения. Несколько лет назад еще бытовало такое мнение, что если вы разрабатываете для интерпрайса или для какого-то корпоративного клиента, то там как бы вообще не очень надо париться, может быть, там с дизайнами, еще с какими-то такими вот штуками, потому что, ну, ему придут к этому клерку, скажут, ну, ты юзаешь вот эту софтину, вот только вот эту ты можешь поставить себе на компьютере, ты там должен делать такие-таки и такие операции. Раньше это работало, потому что пользователи, как правило, не видели чего-то другого. Сейчас, когда у них на компьютере в одной вкладке браузера открыт Gmail, который работает очень супербыстро и красиво, в соседней вкладке браузера будет открыто ваше приложение, которое перезагружает страницу по 10 секунд на каждый клик или на каждый экшен, то у пользователя начнут зарождаться какие-то сомнения, что то приложение, которое вы ему подсовываете, оно как бы не очень хорошее, если бы оно работало быстрее, как Gmail. У него все происходило бы намного лучше, он начнет капать на мозги своему начальнику, который заставляет его этим приложением пользоваться, а начальник через начальника, через своего начальника начнет капать на мозги начальник вот тех девелоперов, которые подсунули ему такое приложение, и волей-неволей им придется как-то подтягиваться к мировому бейслайну, и то, что сейчас каждый из людей взаимодействует с огромным количеством ультрасовременных приложений, как бы заставляет этот бейслайн, по крайней мере в части пользовательских ожиданий, двигаться вперед намного быстрее. Ну и естественно все стремятся, вот то, что находится на самом вот том вот вау-факторе, завернуть в что-то простое, чтобы как можно большее количество людей могли этим воспользоваться и использовать в своих приложениях. Все движется вперед. А давайте теперь посмотрим на две такие вот, мы уже про это говорили, да, про реакт. Реакт все еще, как мне кажется, он находится где-то вот в этой вот синей зоне, еще не так уж много систем используют эту библиотеку, и тут как бы вот когда я говорю, когда вы говорите реакт, вы имеете в виду вот этот вот реакт, там пишется все что-то. Когда я говорю реакт, я имею в виду другое, я имею в виду очень быстрый дом. Вот для меня реакт это очень быстрый дом апдейты. Когда вот Facebook его сделал для чего? Для того, чтобы решить свою проблему. Как сделать так, чтобы пользователь оставался у них в приложении, не уходил куда-то в другое место, как быстро давать ему новый контент, и они этот контент решили. И вот эта технология быстрого обновления страницы, она сейчас все еще крута, все еще хороша. Поэтому если вы работаете в таком бизнесе и думаете о том, нужно ли туда переходить, то как бы еще есть шанс, когда это приносит результат. А есть еще одна технология, про которую наверняка многие даже не думают, что это технология. Тут, наверное, может быть, есть еще два или три человека, кроме меня, которые помнят те времена, когда еще не было Ajax, вот как такового, как широко доступного инструмента. Но все согласятся с тем, что без Ajax сегодня никуда. Если вы разрабатываете приложение и не используете Ajax, то вообще говоря, непонятно, где вы были последние 10 лет, наверное, примерно как-то так. И вот если посмотреть на этот самый Ajax и вспомнить те времена, которые были до Ajax, или то, как появился Ajax, оно может навести нас на очень интересные размышления. Давайте попробуем посмотреть. Ну, видите, 2016 год, а как бы все равно перенос презентации с одного компьютера на другой как-то негативно сказывается на ее внешнем виде. Но идея в том состоит, что в 2000 году, когда Ajax как технология и вот ее квинтэссенция XMLHTTP-реквест была впервые использована в таком замечательном приложении от замечательной компании Microsoft, которое называлось Outlook Web Access. Ну, тогда, поскольку это был такой внутрикорпоративный продукт, он не... многие люди о нем не узнали. И вот обратили внимание на эту технологию в году 2004, когда Gmail всему миру показал, смотрите, как круто же можно делать приложение в браузере. И все так сказали, точно круто можно делать приложение в браузере. И уже к 2007 году каждый, каждый Чо и его мама могли с помощью ASP.NET Ajax, такого вот кусочка дополнения к ASP.NET, просто перетягивая компоненты на веб-страницу и устанавливая какие-то свойства, реализовать Ajax. То есть то, над чем три года назад бились лучшие умы планеты, через три... в 2007 уже было доступно, ну, вообще любому. А в 2016-м это просто, вот, само собой разумеющееся. Это как знать, что такое, вот, if, while, repeat, ну, repeat уже не знает, это по скале же люди не учат. Вот какие-то такие вот базовые вещи. И вот пока мы были вот здесь, вот, использование этой штуки, это вау, это круто, это дает реальный бенефит. Когда мы находимся вот здесь, то это уже как бы никому не интересно, уже все так делают, это статус-кво, это современное состояние мира. Ну, естественно, в 2016-м мы не встретим человека, который не умеет пользоваться Ajax, если он делает что-то, что-то для веба. Ну, и как бы без Ajax не было бы, возможно, многое из того, что мы видели. Ну, и, естественно, как бы вырезка из малой Википедии про то, что кода раньше было много, когда это вау, это трудно. Если вы делаете что-то, и это легко, это не может быть вау. Если вы делаете что-то, и это просто, то это уровень average job, потому что он тоже может взять и просто, просто сделать. Ну, и это, как бы, естественный ход событий, естественно, развитие технологии. Ну, соответственно, как бы вопрос, да, вот есть вот этот React, есть вот это вот еще что-то новое в синем области, что еще не все используют. Как бы вот, ну что, как прыгать-то можно уже, туда нужно переходить? Это даст нам тот рывок, даст нам вот эти вот самые признания, статьи на так раньше и толпы благодарных пользователей. Не знаю. Нет у меня готового для вас ответа, но есть готовые размышления на эту тему. Давайте попробуем посмотреть на несколько вот таких вот технологий, ну, которые, как мне кажется, были знаковыми в те времена, в которые они были знаковыми. Ну, естественно, мы начнем с преданий старинной игр глубокой, Ruby on Rails. Если есть здесь те, кто программировал когда-то на Ruby on Rails, они наверняка знают, что это Ruby on Rails пошел из компании 37 Signals, которые сейчас стали компанией Basecamp, которые продвигают, разрабатывают продукт, который называется Basecamp. Но в те времена они были просто Web Development Studio, то есть они делали много-много-много веб-проектов разных. И они делали это на Ruby, я уже не помню, почему так получилось, но да, это и не важно. Но они поняли, что для того, чтобы быть конкурентными на том рынке, на котором они работали, им нужен был какой-то удобный инструмент делать много разных веб-сайтов, которые имели какую-то базовую интерактивность, взаимодействие с базой данных, ну, вот эти вот все хорошие штуки, которые мы ожидаем от веб-сайтов таких вот средних. Вот они и сделали, они решили свою проблему, потом посмотрели, что это вообще как бы классная штука из этого получилась. Они использовали ее в середине у себя для того, чтобы достичь каких-то бенефитов, которые выделяли их над конкурентами, которые тоже создавали веб-сайты, может быть, там, cut and paste или еще как-то, не используя код. И вот это использование Ruby on Rails позволяло 37 сигналам делать это намного эффективнее. Потом они поняли, что это как бы классная штука, она может быть полезна для других, они ее заопенсорсили, и потом все прибежали и тоже начали это использовать. Но когда это начали использовать уже все, то это перестало быть таким вот выделяющим фактором, потому что все, вот я, вот вы и вот вы могли взять это Ruby on Rails и быстро клепать, неправильное слово, но быстро создавать несложные веб-приложения. Ну, может быть, даже и сложный, вот Twitter пытался создавать сложные веб-приложения. Ну, такой вот паттерн. Ну, окей, с Ruby on Rails это сработало. В какое-то время была популярная история про Bootstrap. Мы все мучились с CSS, как бы поняли, что нужно как-то делать страницы красиво, а не просто Times New Roman, черный на белом фоне. А к дизайнерам обращаться как бы сложно. Они такие люди непонятные, делают что-то медленно. А потом они такое нарисуют, что ты смотришь на это и не знаешь, как это реализовать, а красиво сделать хочется. Ну, вот вы помните те времена. Они, к счастью, уже прошли. И точно такие же времена были у ребят из Twitter. Они разрабатывали свою платформу на Ruby on Rails, имели кучу всяких проблем, и поэтому разрабатывали много внутренних инструментов для поддержания или управления вот той системой, которую они создают. Я не знаю, как у вас, но у нас, мы не очень большая компания, мы виртуализируем приложения, но у нас вот есть одно, два, три внешние вещи, которые мы называем продуктами, которые мы показываем всему миру. Но я, наверное, с легкостью насчитаю десяток внутренних инструментов, которые мы используем для того, чтобы этим всем хозяйством управлять и развивать, и двигать его дальше. Точно такая же история была у Twitter, только у них вот этого внутреннего хозяйства было еще больше, чем у нас. И в какой-то момент у них возникла проблема, что это все хозяйство выглядит очень по-разному. И люди, которые взаимодействуют с чем-то одним, когда им нужно взаимодействовать с чем-то другим, они смотрят на это как баран на новые ворота, и как бы путаются, возникают ошибки, ну и всякие вот такие вот плохие вещи, которые возникают из-за несогласованности UI. И мудрые ребята из Twitter решают что-то с этим сделать, собираются и придумывают bootstrap. Делают его, используют внутри, существенно ускоряют разработку вот этих вот внутренних инструментов для них, и потом, когда они уже поняли, что это классно, вот это нам приносит замечательную такую вот пользу, давайте мы его отдадим всем остальным, пусть они тоже попользуются. Ну и теперь, когда этим стали пользоваться все, мы в Twitter, в Facebook или где-то возмущаемся, о нет, опять еще один сайт, сделанный на bootstrap, ну что вы люди, невозможно же на это смотреть. Когда это стало уже доступно всем, это уже перестало быть дифференчейтером. Все уже могут быстро сделать относительно красивый, удобный веб-сайт. Это уже не дифференчейтер, когда это доступно всем. Ну и даже без React, с React примерно та же история. Вот я уже начал говорить про то, что Facebook работает как? Деньги Facebook в рекламе. Реклама в глазах пользователей, в их внимании. Чем больше внимания пользователя приковано к Facebook, тем у Facebook больше денег. Ну там таргетирование, вот эти data science, вот это вот все там, конечно же, присутствует, но этого всего не будет, если пользователи не будут своими eyeballs смотреть на страницы Facebook. А если пользователь все время видит одну страницу, ему через 20 секунд становится скучно, и он хочет куда-то уйти. Поэтому ему нужно показать, что, оу, чувак, ты еще не все прочитал, там есть new stories. Ты нажимаешь new stories, если ты будешь 10 секунд ждать, пока эта новая story загрузится, ты уйдешь, не посмотришь, рекламы не будет, денег не будет, все будет плохо. Поэтому Facebook надо сделать так, чтобы вот все новое к вам в браузер или в то приложение Facebook, в которое вы смотрите, поступало быстро. И ребята нашли способ это сделать. Они его сделали. Впервые React был использован в Facebook в 2011 году, в 2012 он был использован на Instagram, на сайте Instagram.com, и только в 2013 он был open sourced. Вот эти вот два года, пока этим пользовался только Facebook, они смогли сделать очень многое. И вот хотя в то время говорили, что Facebook там все будет плохо, непонятно, бизнес-модели, как-то там все будет странно и непонятно, финансовыми результатами Facebook в этом году, вот конкретно в 2016, все просто восхищаются. Но когда все начали использовать React, это уже как бы неинтересно, оно уже не приносит такого бенефита, и постепенно это перейдет к какому-то базовому уровню разработки веб-приложений. Я думаю, вы заметили некоторую похожесть от того, что я здесь пытался рассказать на вот этих вот трех примерах. Вау можно получить и пожать плоды вот этого создания или технологического вау для пользователей в том продукте, в котором вы разрабатываете, только если эта технология еще не доступна для широкого массового применения. Если для этого уже есть фреймворк или библиотека, то вы этим не удивите. Передний край, он находится дальше этого всего. И я недаром заговорил про вот этот вот самый передний край, потому что кроме вот этой вот линии, которая определяет базовый, как бы базовый уровень комфорта и эффективности в разработке программного обеспечения, есть еще вот этот вот уровень. Этот уровень вот этого передового края, за которым стоят еще какие-то неизведанные дали, где появятся какие-то технологии, которые пока что выглядят в виде каких-то идей у людей, которые работают вот где-то там далеко, которые сталкиваются с проблемами, про которые мы еще не знаем, и они придумывают, как эти проблемы им решить. И по мере того, как вот эта вот вся конструкция движется вперед, из этого технологии фронтира, из этого переднего края технологий, начинают вылупляться вот эти вот те самые новые технологии, про которые мы рассуждаем, нужно на них переходить или не нужно. И вот если вы запомните из всего того, что я сейчас рассказывал только одну мысль, то эта мысль должна быть вот эта. Передний край технологий, он состоит не в использовании реакта или каких-то вот новых модных штук, про которые кто-то где-то уже написал. Передний край технологий, он состоит в создании этих вот технологий, для того, чтобы решить те проблемы, с которыми еще никто не сталкивался. И вот это вот как бы связь, да, того, что не стоит быть слушательницей хореографических курсов имени Леонардо да Винчи и выковыривать технологии из того, что подается уже на тарелке, а нужно смотреть дальше и стараться находить для себя задачи, которые будут сложными и работать над их решением. Ну, как бы тут все просто. Это как бы еще такой вот summary того, о чем я говорил. Переход на новую технологию, это он может вам дать шанс не закрывать вот этот вот gap, не догонять уходящий поезд в будущем. Поэтому если вы видите, что где-то появляется что-то, что уже кто-то сделал, ну, оно может избавить вас от каких-то лишних затрат, сэкономить время на чем-то, ну, не знаю, вот там Bootstrap тот же пример, на верстке какой-то. Нет смысла дизайнить какие-то внутренние тузы, их можно сделать на Bootstrap либо на другом, любом другом аналогичном фреймворке. Это нужно делать, потому что когда все будут там выкатывать изменения быстро, вы будете делать их по два дня, вы начнете отставать еще больше. Поэтому переходы вот эти вот там, где они оправданы для того домена, в котором вы работаете, их делать нужно. Настоящие прорывы происходят там, где вы выпрыгиваете за доступные технологии. И я не включил это в презентацию, но буквально две недели, три недели назад Dropbox опубликовал тоже новую технологию сжатия изображений, которая позволяет им на 20% сэкономить место для хранения фотографий, которые загружают пользователи. Я всегда смотрю очень внимательно на такие штуки, потому что мы в виртуализации, передача графической информации, в вебе для нас очень важна эффективность. Я на все такие штуки смотрю. Но вот это очередной пример того, как ребята решили проблему, вот они вот в этом вот Technology Frontier не смогли себе сэкономить 20% на хранение изображений, и потом как бы отдали это всем. И когда теперь это все начнут использовать, то это как бы уже не будет чем-то таким особо выдающимся. Это уже могут сделать все. И если раньше Dropbox мог тратить на 20% меньше, чем все остальные, то сейчас все смогут тратить на 20% меньше, чем все остальные, но все-то уже потратили, а Dropbox еще не потратил. Как бы главная мысль, передний край, он там, где есть еще нерешенные задачи. Ну и естественно, если вы где-то, так получилось, что вы где-то плететесь, это плохо, плохо сказал, что так получилось, что те технологии, с которыми вам приходится работать, они уходят за Technology Baseline, то имеет смысл предпринять все усилия для того, чтобы к этому Technology Baseline подтягиваться. Соответственно, если вы одеваете вот такой вот костюм, не идите учить в нем новую технологию, не идите в нем, я не знаю, что этот товарищ в этом костюме такого делал, он там боролся с монстрами какими-то, вот идите и ищите новых монстров, с которыми бороться, а не просто красоваться на площади и позировать с детьми где-нибудь в парке или в Диснейленде. Ищите для себя сложные задачи, не ищите для себя новые инструменты для того, чтобы их изучить. That's it. Если есть вопросы, то я попробую на них ответить. Спасибо за интересный доклад. А где вы? Здесь. Такой вопрос. На одном известном портале DoUA читал достаточно давно, около трех лет назад, статью, когда был сильный дефицит кадров. Статья называлась как-то по-умному, но по сути говоря, это было переломать и своим девелопером ноги. То есть один человек призывал в разработке использовать Delphi. Никто его не использует, а вы используете, ваши специалисты никуда не денутся от вас, и, соответственно, вы будете постоянно в профите. Но зато вы пожертвуете современностью. Как вы относитесь к такому подходу? Я к нему не отношусь. Но хороший вопрос. На самом деле, у меня про этот вопрос есть история, я в конце скажу, из него станет понятно мое отношение. Мы занимаемся тем, что мы виртуализируем приложение. Мы можем взять приложение, которое работает на десктопе и с помощью нашей специальной магии сделать так, чтобы с этим приложением можно было работать просто из браузера, из любого устройства. Ну, делается это на пальцах достаточно просто. Там запускается где-то виртуальная машина, в которой вот виртуализируется все, с чем это приложение может работать. Мы как-то эту информацию используем для того, чтобы воссоздать приложение в браузере. Вот как бы это то, чем мы занимаемся. К нам очень часто приходят компанией. Вот одна из тех, кто приходил недавно, ребята делают приложение не на Делфи, но вот на технологии из тех времен. Они делают приложение для управления парком частных самолетов. Вот если у вас есть маленький аэропорт где-то в Америке и там хостятся, гнездятся, располагаются вот такие вот маленькие самолеты, которых в Америке достаточно много, эти самолеты должны тоже подвергаться как бы правилам большой авиации. Если где-то производитель выпускает обязательную maintenance procedure или Federal Aviation Agency выпускает какой-то бюллетень, что нужно сделать, обязательно что-то с самолетом проверить, они должны как бы это делать для этих самолетов. И ребята, вот эти вот, которые делают на условном Делфи программу, они вот как бы на этом рынке работают, позволяют автоматизировать и упростить вот работу такого рода этих вот фирм, которые манитейнят такие самолеты. И они пришли к нам и говорят, у нас проблема, помогите нам. К нам приходят люди и говорят, что им нужно вот эту вот софтину запускать на iPad или на каком-то другом Chromebook. Там механики какие-то покупают дешевые Chromebook для того, чтобы следить за тем, что с самолетом было сделано или не было сделано. И мы им стараемся помочь. И таких компаний намного больше, чем вот этот вот один пример. И как бы объединяя вопрос с вот этой вот историей, можно сказать, что я негативно отношусь к вот к такому призыву, потому что придет момент, неожиданный момент. Никто не мог предвидеть, что там у пользователей не будет Windows-лэптопа для того, чтобы запускать эту программу. А так оказалось, что через пять лет это все пропало и весь их бизнес по сути находится под угрозой. Им кто-то звонит, потенциальный клиент, а софтина очень недешевая. Там подписка стоит пару тысяч долларов в год на одно место использования вот этой вот. Вот штуки он звонит, а вы работаете на iPad? Нет, не работаем. Окей, мы пошли к каким-то конкурентам и есть все шансы, что их бизнес вот так вот пойдет пойдет вниз. Это может быть не такой яркой историей, если мы какой-то софт разрабатываем для внутреннего потребления, но рано или поздно момент вот подобного рода придет и будет очень сладко из-за того, что мы отстали от поезда прям уж совсем, совсем через чур. Спасибо за ответ. Спасибо за доклад. Вопрос, на самом деле два вопроса такие. Вот вы говорите там, не гоняйтесь за технологиями, гоняйтесь за интересными задачами, сложными задачами. Я как раз решаю сложные проблемы. Окей. Примерно то же самое. Суть в том, что, как правило, сложные задачи, они, ну вот, не валяются просто так вот в открытом космосе сами по себе. Как правило, пути решения к сложным задачам, они приходят как раз таки через смежные области, другие технологии. То, что тоже развивается вот прямо сейчас. Поэтому, если вообще не смотреть на то, что происходит, а там, я не знаю, просто зацикливаться на том, что вот скоро там Microsoft или Oracle обновит какую-то нашу платформу, мы станем ее использовать без, в принципе, ну скажем так, без того, чтобы смотреть по сторонам и, возможно, чуть дальше, ну как бы, это, в общем-то, бесполезно. И второе, если заглядывать вот совсем уже наперед, то есть, да, возможно, будет, или мы сделаем технологию, которая даст нам возможность через пару лет там, взять и резко обогнать конкурентов. Насколько это, в принципе, имеет смысл вкладываться в подобные разработки с точки зрения компании, потому что, как правило, это дорого? Два вопроса, я тоже на них попробую дать два ответа, но, как всегда, я сталкиваюсь с проблемой от того, что я не помню первый вопрос. Давайте второй сначала. Второй, нужно ли вкладывать? И насколько ли это разумно? Нужно. Вот, как бы, рискованные, наибольшие дивиденды дают какие-то рискованные вещи. И надо вкладывать не просто в технологии, в новое что-то ради нового чего-то, а надо вкладывать в то, что является вашим core competency, сделать что-то такое, что ваши конкуренты сделать не смогут или не смогут повторить, когда вы покажете это всем. Если мы, хотел сходу пример какой-то готовый, готовый придумать. Ну вот, с тем же, 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 вот TensorFlow, да, который Google недавно заопенсорсил, они его внутри использовали уже очень много лет. Они уже извлекли кучу пользы для себя из вот этого вот продукта. они уже научили кучу вот этих вот своих нейронных сетей или чего-то там, что оно обучает или что совершенствует вот эта вот технология. Они это уже сделали. И теперь, когда они показали это всем и все схватились и начали это использовать, они все равно уже не смогут догнать догнать Google. То есть мы, они, по сути, с их точки зрения, ну, сложно, конечно, там залезть к ним в мозг и говорить, что вот они думали именно так. Но вот как бы перекладывая, скажем, на нашу компанию, я думаю, что мысли у них были похожи. Они решали для себя определенную задачу. И они для себя ее решили. Потом они это решение обкатали, обкатали еще раз, оно хорошо работает, приносит пользу. Мы уже из этого извлекли максимум, что мы могли в технологическом плане. То есть оно уже у нас работает, оно нам уже дает результаты. давайте мы теперь извлечем из этого какие-то дополнительные дивиденды. Будем выглядеть хорошо в глазах технического сообщества, привлечем какие-то силы к тому, чтобы они нам помогали это как-то развивать, фиксить на каких-то сценариев, которые мы, возможно, не видели и как бы будем двигаться вперед. Но они вложились по сути не в новую технологию, а в то, что они решили задачу, которая для них была важна, которая входила в их корневую компетенцию, и вот за счет этого они оправдали свое вложение что ли в решение этой задачи. А вот созданная технология в какой-то мере была побочным, является побочным продуктом такой деятельности. Спасибо. Первый вопрос, в общем-то, можно сформулировать теперь на базе второго. То есть, вот возможно, возможно, проблемы, которые перед нами стоят, условно говоря, их можно решить частично с помощью тех технологий, которые сейчас находятся, уже существуют, находятся там на вот этом вашем Frontier, но они, конечно, не полностью решают наши проблемы, но не смотреть на них просто глупо. Можете прокомментировать? Да, да. Ну, как бы нужно двигаться, потому что там, хорошо, там какой-нибудь условный Google с этим TensorFlow уже пожал какие-то свои большие плоды, но если окажется так, что то, что они сделали, лежит на нашем курсе, и нам это тоже поможет, то имеет смысл, ну, как бы, опять же, в зависимости от ситуации, компании и тех планов, которые у них есть, постараться скорее на этот корабль запрыгнуть, запрыгнуть быстрее, чем все остальные, чтобы в тот момент вот эта вот разница, когда она у нас уже работает, а у них еще не работает, тоже получить себе какие-то дополнительные дивиденды. И я вспомнил, что я хотел на самый вот этот первый вопрос сказать, что мне бы очень хотелось, чтобы мы как разработчики меряли свой успех не тем, что я знаю Ajax, React, Bootstrap и еще что-то, какие-то много других, каких-то страшных слов, а что мы говорили, я сделал вот такую вот штуку, которую больше никто не делал, потому что вот сейчас я бы, наверное, скорее взял человека, который сказал, я сделал свою реализацию красно-черных деревьев, которая работает вот для таких вот сценариев на 10% быстрее, чем стандартная библиотека, чем того, кто... Что-что? Ну, даже если это на Делфи, that's fine, если он объяснит, почему он это сделал на Делфи, ну, может, у него так жизнь сложилась, что это нужно было встроить в Делфийскую систему, who knows, чем человека, который будет бить себя пяткой в грудь и говорить, что я там реакт или еще что-то там прям вот делал и там любую новую технологию разорву за полчаса. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос касательно open source, то есть я зацепился за бутстрап, когда вы говорили, что вот Twitter для себя решили проблему, а потом они обнародовали, и каждый из нас говорит, о, вот еще один сайт на бутстрап, о, это тоже на бутстрап. Так вот, все-таки вседоступность open source проектов, она тянет байзлайн, ну, технологию байзлайн вниз, или все-таки продвигает его вверх? Нет, она его как бы тянет вверх, просто как бы технология, вот на вот той карте условной, которая была, технология, остается все время в одном месте, вот она там, где появилась, вот она там и остается по отношению ко всему остальному, дереву или не дереву, или графу технологий, которые уже есть, а байзлайн, он как бы ползет, ползет вверх, и рано или поздно он накрывает собой эту технологию, делает ее такой, которая просто must have, если вы этим не пользуетесь, то вы существенно теряете и проигрываете конкурентам, потому что все они этим уже пользуются, это входит в базовый набор инструментов, которым пользуются разработчики. И open source эту как бы штуку подвигает, подвигает вверх, потому что там, прочитав об идее делать что-то, идешь на гитхаб, находишь библиотеку, которая это делает, и оп, оно у тебя уже есть в проекте, то есть оно помогает сблизить придумывание идей или придумывание технологий в широком смысле с тем моментом, когда широкие массы начинают его использовать в разных своих проектах и задачах. Спасибо. По-моему, вот тут еще был вопрос. Дмитрий, первая парта вопроса. С благодарностью, Дмитрий. Ну, коллега уже ответил на часть вопроса, который я хотел задать. Ну, а вторая часть, вот скажем, такая. Работа во фронтире предполагает все-таки высокий уровень специалистов, которые должны быть на ферме. Ну, говоря языком альпинистов, это должны быть, ну, минимум, кандидаты в мастера в спортах, чтобы идти где-то к вершине. А основное стадо, я извиняюсь, а не кошерное выражение, скажем, электронное стадо программистов уровень не такой высокий. То есть, их надо подтягивать, их надо обучать. Любое движение стоит денег. У вас вообще был опыт, когда не только положительная работа, но вот обучили команду, а выхлопа нету, а бюджет потрачен. Или у вас так все хорошо, все 99% великолепных выхлопов, этот 1% не влияет. Это у меня общий выход с благодарностью. Такой вопрос с противоречивой мотивацией, потому что, конечно, у вас все хорошо и замечательно, но на самом деле нет, это жизнь и всякое бывает. Да, бывает такое, что бывает разное, бывает как на уровне людей, мы в людей вкладываем, и потом от них не получаем ожидаемого результата. такое бывает, бывает мы вкладываем в технологии, в то, чтобы на них перейти, и даже вот тех людей, от которых есть результат, они обучились, они этот результат дают, а оказывается, что этот результат это не то, не то, что нужно, но это бывает. Нам как бы в таком стартапе чуть, может быть, проще где-то в этом плане, потому что есть замечательная поговорка, поговорка «Hire slow, fire fast». Как бы нанимать, подбирать людей нужно долго, чтобы найти того, кто нужен, а если кто-то не справляется, увольнять его нужно быстро, как бы это не приятно звучало для всех участников процесса. Но если кто-то не справляется, если кто-то не может лезть, как кандидат мастера спорта впереди связки, то, может быть, он может где-то в другом месте лезть в конце, если они забираются не на такую сложную гору. Для каждого человека, наверное, можно найти место, где он может приносить пользу. С благодарностью. С первой парты вопрос. Дмитрий, спасибо за интересные мысли. И вы рассказывали про появление Ruby on Rails фреймворка, а я в то время помню, был еще такой фреймворк, Merp назывался. Один из прямых конкурентов Ruby on Rails. И половина разработчиков после открытия Ruby on Rails начали изучать Merp и прогорелись тем, что Merp просто не дошел до вот этого бейслайна. Как быть с теми технологиями, которые отмирают еще в условно синей половине? Они, как там это было, то, что мертво умереть не может. Ну, да, они умирают. Это неизбежный процесс. Я тут чего-то такого не скажу. Точно так же, как стартапы или идеи. Какие-то они появляются, но какие-то из них умирают, потому что они не могут пережиться с технологиями. Особенно на том раннем этапе, когда есть проблема и какие-то альтернативные варианты решения. Какое-то из них, если это действительно такая вот острая проблема, которая многих цепляет, наверняка потом какое-то из этих двух альтернативных решений станет таким вот превалирующим. Если сделать неправильный выбор, то лучшее, что можно посоветовать, это постараться разглядеть, как можно раньше, что выбор был неправильным и сделать его в правильную сторону уже с учетом той информации, которая была получена. Спасибо большое за доклад, мне тоже очень понравился. Я хотела вас спросить, вот ваше мнение, вам не кажется, что жизненный цикл инновационных проектов, он стал короче? То есть проекты стали быстрее устаревать, я имею в виду технологию быстрее устаревать. Да, стали быстрее устаревать. И не кажется ли вам, что когда-нибудь наступит такой момент, что просто жизненный цикл проекта инновационного не будет просто уже укладываться в рамки его окупаемости, в рамки срока окупаемости его? То есть будет экономически неэффективно эти технологии разрабатывать? Я думаю, что такого не будет, потому что если что-то экономически неэффективно, оно не может долго существовать. И значит оно умрет и останется то, что медленнее было. Вот тут можно посмотреть на это, конечно, глобально, но на айфон, когда только начиналась технология смартфона вот такого вида, обновления айфона выпускались регулярно раз в год. Раз в год выходил конкретно реально новый айфон. Потом начиная с айфона 4s, они конкретно реально новые айфоны стали выгодить раз в два года, потому что уже больше нечего туда пихать и экономической целесообразности пытаться что-то собрать новое с таким коротким циклом уже не было. Да, чего-то обновляли, чтобы какие-то другие маркетинговые составляющие работали, но по сути новые технологические решения стали появляться раз в два года. И сейчас мы видим, что если верить слухам, то айфон, который выйдет в сентябре, он будет тоже не особо новый, он будет такой же как 6 и как 6s, только там что-то будет чуть-чуть что-то более интересное, а вот уже в следующем году сделают что-то новое. Мы видим, что по мере того, как происходит образование нового рынка, технологии очень быстро, технологии, технологические решения очень быстро сменяют друг друга. Но когда этот рынок проходит какую-то определенную точку насыщения, что он уже больше не готов воспринимать новые технологии, мы уже все купили эти айфоны, они уже все работают достаточно хорошо, и мы не можем себе представить, что же там нужно сделать такого, чтобы мы купили новый айфон. И точно так же у ребят из Apple, такая же проблема, они не могут, ну им сложно представить себе, хотя я уверен, что над этим постоянно думают, представить себе, что же такое нужно впихнуть новый айфон, чтобы мы его купили. И вот когда приходит вот это вот насыщение, оно естественным образом замедляется, и вот это замедление диктуется как раз экономическими составляющими. Хотя в то же время вот айфон замедляется в каком-то другом месте, я не знаю, там в Watch или еще где-нибудь, этот процесс может наоборот приобретать какие-то черты ускорения, что не могли раньше чего-то делать, теперь придумали, как делать эти миниатюрные девайсы, и сейчас оп-оп-оп-оп очень быстро технологии пойдут вперед. Я не думаю, что вот этот процесс приведет к тому, что экономически он будет не sustainable. Если он будет не sustainable, он умрет и останется тот, который sustainable с экономической точки зрения. Ну, речь же идет не о конкретном проекте, а, скажем так, о подходе к этим инновациям. То есть, прежде чем мы дойдем до этой точки, будет, многие потерпят финансовые неудачи, поэтому рынок, конечно, хорошо регулирует деятельность отдельных экономических субъектов, но он и жертвы определенные приносит. Да, ну, жертвы, к сожалению, будут всегда. Тут, получается, это зависит от того, как смотреть на каком-то микроуровне отдельной компании. То, что технологии вот так вот бегут, это может эту компанию привести к тому, что она умрет быстрее, чем она могла бы из-за того, что она сделала какие-то неправильные шаги или что-то недостаточно быстро сделали, либо наоборот сделала что-то совсем быстро. Но с точки зрения глобальной индустрии, если мы возьмем много-много этих компаний, то в среднем по палате все будет хорошо, потому что те, у кого хорошо, они хорошо, а те, у кого плохо, они чуть-чуть плохо, и в среднем оно все будет двигаться вперед. Ну, это как, я не знаю, наверное, не самый удачный пример, но он такой вот иллюстративный, как вакцинация. Вакцинация позволяет существенно сократить количество случаев какого-то заболевания, но при этом в случае, что такое заболевание все равно будет, потому что вирус в дикой природе где-то в какой-то странной форме может возникать, все равно будут какие-то неприятные ситуации, кто-то все равно будет болеть этой болезнью, но это количество будет очень небольшим благодаря вакцинации. И вот эта вакцинация это самая невидимая рука рынка, которая держит компаний или индивидуумов отдельных от того, чтобы делать совсем какие-то безумные вещи с экономической точки зрения. Спасибо за ваше мнение. Раз, можно? Дима, спасибо большое за шикарную философскую презентацию. Много раз повторили слово Delphi. Скажите, в случае не с Delphi или вы начинали когда-то давно? Было ли? Все начинали с Delphi. Да, я тоже, наверное. Спасибо. И второй вопрос просто очень заинтриговала вещь, которую вы делаете. Вот, насколько я понял, это какой-то сэндбоксинг для приложений старых, да? То есть, скажем, вопрос первый, это, скажем, вы с веба транслируете доступ к приложению, либо вы действительно делаете сэндбокс на клиентах, таких как iOS и Android. И второй? Приложение само запускается на сервере где-то там, а клиент это только как бы отображение. Ну, наверное, самая простая аналогия это remote desktop, хотя это не совсем, или совсем не то, что мы делаем. Приложение работает на сервере, а на клиенте есть только просто внешний вид этого приложения. Само приложение работает в облаке, а не в каком-то хитром сэндбокс или виртуалке на клиентском устройстве. Спасибо. Это на самом деле очень классно и интригующе, потому что все мы гонимся за ксамаринами, всякими кроссплатформенными инструментами, как написать на клиентах. на самом деле вот есть вот такое замечательное решение, которое гораздо, наверное, экономически эффективнее. И второй вопрос, так как вы, в общем-то, как бы делаете такую обертку для старого приложения, то есть по факту там, скорее всего, что-то, в общем-то, старого. Я тут должен сразу попросить, это не обязательно старые приложения. Старые приложения это один из юзкейсов. Например, другой юзкейс это супер-мега-модное новое современное приложение, которому нужно очень много ресурсов. И как бы получить много ресурсов в облаке намного проще, чем на каком-нибудь хромбуке или каком-то не очень мощном лэптопе. Поэтому мы работаем и так, и так. Да, это верно. И, собственно, вопрос, если вы поддерживаете вот приложение, например, скажем так, с немножечко устаревшей технологией, а платформы-то обновляются, вот насколько, скажем, ваше решение, оно безопасно и насколько, ну, скажем так, как вы боретесь с тем, что клиентские платформы растут, да, там, они обновляются все время, вот, а вы, в общем-то, оборачиваете нечто достаточно стабильное долгое время. Насколько это безопасно, насколько вы решаете вопрос вот security и взаимодействие с вот этими вот постоянно обновляющимися и бегущими, в общем-то, клиентским платформами? Ну, они бегут отдельно и независимо друг от друга в каком-то смысле. И вот те предложения, которые запущены в облаке, они запущены каждой индивидуально изолированы от всего остального. То есть вот пользователь, когда с ним взаимодействует, у него нет шансов вообще никаких by design взаимодействовать с чем-то другим, чем то, что он запустил. Там есть такой бы протокол, интерфейс, через который это все происходит. И если там на клиенте появляются новые версии браузеров с новыми какими-то возможностями, то мы стараемся, если это как-то нам помогает их интегрировать в наш клиент и его развить, но при этом серверная часть она осталась такой же, как была, потому что интерфейс не поменялся. Если для чего-то нужно поменять интерфейс, то меняем интерфейс и обновляем ту и другую часть. Спасибо большое, очень классно, элегантно. И еще раз спасибо за доклад. Спасибо. Еще вопросы есть? Еще один с первой парты. Сколько же? Короткий вопрос. Дима, расскажи, пожалуйста, про Sonar One буквально пару слов. Спасибо. Пару слов. Это был мой вопрос. Ну, не, на самом деле я очень люблю подкасты, как я говорю, я слушаю подкасты с 2003 года. Я Дима, я слушаю подкасты с 2003 года. В прошлом году один из моих коллег уехал в Индию, он закончил университет и через Айсек нашел стажировку в Индии и на полгода уехал в Индию. Я понял, что это мой шанс рассказать миру, через него рассказать миру о том, как живется разработчиком в Индии. И мы так сделали подкаст Доброе утро Индии, записали 16 выпусков, потом он вернулся в Украину, как бы тема вот эта вот индийская сама по себе иссякла, а как бы подкасты продолжать хотелось. И потом, там долго ли, коротко ли, возникла идея сделать такую вот целую нетворк или там сеть подкастов, которая получила название Sonar One. У нас сейчас есть три подкаста, Not Invented Here, там где я всякую такую вот типа вот этой вот хотел сказать о хинеи, но потом подумал, что это как-то неправильно будет. Какие-то такие философии рассказываю. Есть подкаст Байвикли, где мы с Вячеславом Рудницким обсуждаем всякие вещи, связанные со soft skill, с продуктивностью, командной работой. Есть подкаст Английский чай, где наши коллеги рассказывают про английский язык и то, как его эффективно использовать, ну, с такой вот сквозь призму IT, потому что они очень много работают с IT-шниками, которые учат английский язык. Играет музыка.